Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу вам о пяти средствах для ухода, которые я собираюсь закончить и больше не покупать. Давайте приступим! Небольшое отступление, возвращаюсь к видео после небольшого перерыва. Спасибо всем за понимание. Я надеюсь, что в это очень тревожное и вообще непонятное время у вас все в порядке, вы здоровы, вы по возможности остаетесь дома. Это то, что пытаюсь делать я. И да, соблюдайте все те меры предосторожности, которые нам рекомендуют. Это мыть руки, соблюдать расстояние, не чихать, не кашлять на других людей и вообще желательно оставаться дома, если вы себя не очень хорошо чувствуете. Да, даже если чувствуете себя хорошо. В общем, пусть все будет хорошо, но я буду продолжать снимать обычные видео, потому что я сама использую тюб как средство отвлечения, и чтобы забыть о всем том сумасшествии, которое происходит в мире, поэтому надеюсь, что вам будет интересно. Я не скажу, что я какой-то эксперт по уходу за кожей, но я стараюсь узнавать новое, учиться и пытаться понять, чего хочет моя кожа и что ей нравится. Но вот эти пять продуктов я купила по рекомендации других блогеров, других людей, и они мне нравятся, но я больше покупать их не буду, потому что я понимаю, что они не являются чем-то таким необходимым в моей рутине. Давайте начнем. Начну я с единственного продукта для волос. Я волосами вообще особо сильно не занимаюсь. Я их мою шампунем, и все. Ну вот у меня есть такое средство для укладки и восстановления волос, термозащитное от компании ИО Лаборатери. Это натуральный продукт, и здесь написано, что 97,2% ингредиентов растительного происхождения. И вот этот спрей я купила по рекомендации Вари, Варя Воловил, по-моему, ее ник в инстаграме, она такой экблогер, и у нее крашеные, покрашенные фиолетом волосы, поэтому она уделяет внимание уходу за ними. Но я вот купила по ее рекомендации этот продукт, и для моих и так, в принципе, в неплохом состоянии волос, на которых я не очень часто их как-то укладываю или использую какие-то продукты горячие на них. Как-то еще можно было объяснить. Максимум, что я делаю, это феном сушу, челку укладываю, и практически все. Поэтому я никакой ценности особой для себя не увидела в этом продукте, но я использовала уже больше половины, вот столичка у меня осталось, и я думаю, что я его доиспользую, но больше покупать не буду, потому что, опять-таки, не вижу разницы между тем, когда я его побрызгала, когда я его не побрызгала. Купить его можно в подружке за какую-то вот такую достаточно бюджетную... достаточно бюджетную цену, можно сказать. В общем, достаточно бюджетный этот продукт, поэтому если вы часто используете какие-то стайлинговые продукты на ваших волосах, возможно, вам понравится, мне не зашло просто. Все остальные продукты — это уход для лица, и начнем мы с масок. У меня их две. И первая маска была достаточно дорогой, это Clinique Anti-Blemish Solution, то есть именно ее рекомендовали для мест, где высыпание, прыщички, а также она контролирует как бы жир, ну, вычищает. В общем, фактически, это маска из глины. Да, тут даже написано, что она, да, глиняная маска. Опять-таки, у меня сейчас все с высыпаниями под контролем, благодаря, наверное, противозачаточным, не знаю. Поэтому никакой пользы для себя в ней не вижу, и вообще ее бы пора уже, конечно, выкинуть, потому что она такая старенькая, давненько ее покупала. Но я думаю, что я ее доиспользую. Мне кажется, здесь, может быть, на 2-3 раза осталось, вряд ли больше. И, пожалуй, попрощаюсь с ней. Больше, конечно, не буду тратить такое количество денег на это. Следующая маска на противоположном спектре по цене, и это маска от очищающая с AHA кислотами экстрактом папайи для любого типа кожи от марки Ева Эстетик. Также где-то в интернете я прочитала про эту маску, о том, что она очень бюджетная, но при этом с кислотами, тоже помогает вот не... То есть это такое химическое очищение кожи. То есть, да, написано, что нежно отшелушивает, очищает, выравнивает микрорельеф, улучшает цвет лица, также содержит гликолевую кислоту, масло ши и так далее и тому подобное. Тоже почти я полностью уже ее израсходовала. Опять-таки, не вижу никакой разницы я после ее использования. И плюс у нее текстура такая какая-то, не знаю, не то, что маслянистая, но просто такое ощущение, что она просто поверх кожи сидит и все, и вообще ничего не делает. Благо, она стоила очень недорого. Но, да, опять-таки, наверное, 2-3 раза здесь осталось, и все, я ее выкинул с мыслью о том, что в ближайшее время никакие маски нет. Просто не вижу в этом необходимости и пользы для себя, и смысла денег тратить на них тоже не вижу. Расскажите, вы вообще пользуетесь масками, видите какую-то разницу? Потому что я вот пришла к выводу, что я еще не видела ни одной маски, которая вот реально что-то делала для моей кожи. Поэтому пока воздержусь. Следующий продукт, у меня тут осталось его, в принципе, прилично, это Apple Acid Visible Peeling Gel, то есть как бы гель с яблочной кислотой, не знаю, как это, правильно я это говорю или нет, который помогает опять-таки отшелушивать кожу от марки Эпью. Нашла я в подружке, по-моему, я просто искала что-то такое отшелушивающее, и купила эту штуку, не слыша ничего о ней. Она тоже стоила не очень дорого, но, да, в общем, что нужно с ней делать? Вы ее наносите, и потом как бы вот делаете круговое движение, и она скатывается в такие вот катышки, которые вы смываете, и таким образом вроде бы как снимается вот ороговевший вот этот слой кожи, не знаю. Может быть, я вижу какую-то разницу после ее использования, но не настолько значимую, чтобы делать это частью своего ухода постоянного, поэтому тоже использую и больше попать не буду. То есть все эти продукты, они неплохие, но иначе бы я просто не стала бы их продолжать использовать. Но и не что-то такое, на что я готова в настоящее время тратить деньги, не видя никакой пользы для себя в них. И последний продукт от марки The Ordinary. Я как-то хотела даже сделать видео, обзор на продукты этой марки, но попробовала пока всего два, поэтому у меня не так, чтобы очень много опыта. Но вот первый продукт, который я у них купила, это масло Rosehip Seed Oil. Масло шиповника. Я не знаю, как точно это переводится, напишу на экране. Все безумно хвалили это масло, говорили, как оно помогает осветлять кожу, и вообще как-то делать тон лица таким более ровным. Не заметила вообще никаких изменений с моей кожей, когда я ее использую. Плюс это масло, оно долго впитывается в мою кожу. И вот, то есть мне нужно прям заранее перед сном его наносить, чтобы оно хотя бы впиталось, потом сидеть с этим маслом на лице. Неприятное для меня ощущение, поэтому, ну тоже, я уже вот столичка у меня осталась, то есть я больше половины использовала, да даже почти три, почти две трети я использовала, одна треть у меня осталась, чуть больше. Поэтому я его закончу, но больше покупать точно не буду, хотя мне нравится вообще эстетика, и вот это все, баночка, это стекло с пипеткой. Запах, нормальный запах, он поначалу кажется таким супер неприятным, потом как-то привыкаешь к нему, и даже перестаешь замечать. Вообще, если вы не знаете, The Ordinary считается таким прорывным в свое время, считался, по крайней мере, маркой, потому что они использовали очень классные ингредиенты в своих продуктах, при этом продавали их не за какие-то бешеные деньги, как большинство марок. Поэтому есть у них один продукт, который я хочу очень-очень попробовать, тоже химический такой очищающий. Он выглядит, как будто вы кровь размазываете по лицу, но все прям балдеют от него. Вот это то, что я хочу попробовать. Ну, а масло это закончу, и, пожалуй, распрощаюсь с ним. Ну, вот и все продукты, которые я очень-очень хочу поскорее закончить, и надеюсь, что скоро они окажутся у меня в пустых баночках, и больше я их покупать не буду, не буду тратить свои деньги на них. Расскажите, есть ли такие продукты в вашей жизни, то, что вы хотите закончить, но все больше не будете покупать. Ну, и да, у меня на сегодня все. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok